Добрый день, в эфире Фактор ТВ, программа Ключевой Фактор. Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. Гость нашей студии, политолог Арик Хочинян. Здравствуйте, господин Хочинян. Спасибо, что нашли время прийти к нам. 12-й день перекрыт латчинские коридоры. В армянском обществе, в армянском экспертном сообществе, в политическом поле также обсуждается две возможные причины перекрытия этого коридора. Одна, что это совместное действие, скажем так, российских и азербайджанских миротворцев и так называемых экологов для того, чтобы надавить на Армению и получить что-то от нее. А вторая, это в том, что Россия настолько ослабла в связи с неудачами на территории Украины, что Азербайджан просто пользуется этой ситуацией. Какая из этих точек зрения ближе вам? Я считаю, что эти две точки зрения, они не противоречат друг другу. Более того, они дополняют друг друга. То, что Россия ослабла, это факт. Никто этого не может оспорить. Это не только военно-техническая составляющая личного состава, но и политическая составляющая, экономическая составляющая, конечно же. И именно в свете ослабления России нужно понять тот тандем, который сейчас существует на Южном Кавказе между Россией и Турцией. И то стремление, так сказать, перераспределить сферы влияния на Южном Кавказе между Россией и Турцией. То есть Россия, безусловно, сейчас сотрудничает с Турцией, сотрудничает в некотором смысле с Азербайджаном, но это как раз вследствие того, что Россия ослабла. То есть вот эти две кипотезы, которые сейчас очень активно распространяются в армянском медиаполе, я думаю, что они оба имеют место быть и они оба дополняют друг друга. Ситуация для армянской стороны кажется безвыходной. Это мат, пат или есть возможность продолжать игру? Я, если честно, больше был склонен к термину цук-цвак, то есть это даже еще хуже, чем мат, пат или так далее. Это то, что когда каждое следующее действие только ухудшает твою позицию, а не мат. Но политика такая штука, везде и всегда есть какой-то выход, если попытаться подойти к вопросу прагматично. На самом деле есть два возможных сценария развития ситуации. Начнем с оптимистического, так скажем, но, конечно, менее вероятного. Это то, что аккумулируется достаточное количество напряжения, давления со страны западных стран. В первую очередь это, конечно, за Соединенные Штаты и Европейский Союз на Азербайджан. Азербайджан, и в Азербайджане уже считают, что дальнейшее продолжение вот именно этого обострения, оно уже просто бессмысленно. Но вот даже в этом лучшем случае речь идет исключительно об этом отдельном эпизоде, об этом отдельном обострении. Что не означает, что на следующий день или вот даже через час не может произойти либо то же самое, либо что-то в этом роде. Ну, грубо говоря, перекрыли сегодня так называемые экологи, завтра перекроют эту дорогу за Олдак. Ну, например. Или вот даже не Лачинскую дорогу, а что-нибудь другое перекроют. То есть, даже в лучшем случае, вот хороший вариант, он возможен для решения именно вот этого конкретного эпизода. А плохой вариант, это, конечно же, уступки. Это вот второй сценарий, как ситуация может быть урегулирована. Это уступки со стороны Армении и Карабаха. Причем уступки могут быть разные. Это могут быть уступки, как связанные именно с Карабахом и находящиеся физически на территории Карабаха. Так, и вот это для меня вот самый страшный вариант, наверное. Самый страшный вариант это для меня. Я объясню, почему, если будет возможность. Уступки на территории самой Армении. Теперь, здесь важно еще раз отметить, что вот даже эти уступки, если они решат именно конкретно этот вопрос, снова то же самое. То есть, через час, через день, день, через неделю, возможно, новое обострение. Мы к этой теме еще, конечно, вернемся. Но хотелось бы обострить внимание на вот западном давлении, которое есть, которое адресно, много адресных высказываний и оценок ситуации в адрес Азербайджана и Баку, заявление о недопустимости. И мы видели, в конце концов, заседание САБЕЗООН, где почти все западные страны, и не только, кстати, западные страны, они довольно четко и прозрачно высказались в пользу того, что Азербайджан должен немедленно деблокировать Лачинский коридор и не прибегать к подобным провокациям. Однако Азербайджан после этого все равно сохраняет. Какие еще рычаги давления дипломатического есть у Запада, если даже САБЕЗООН и такие заявления, они не доставили его открыть этот коридор? Ну, во-первых, начнем как раз с САБЕЗООН. САБЕЗООН имеет достаточно внушительный инструментарий, и вот заявление – это самое начало, это самый минимальный инструмент из, так сказать, вооружения САБЕЗООН. Там могут быть резолюции, там могут быть санкции, там могут быть даже резолюции в ключе того, что это обязательно для исполнения. А если там страна, которая это касается, не исполняет эту санкцию, то САБЕЗООН может даже дать резолюцию на применение силы. То есть инструментарий САБЕЗООН просто огромный. Но тут есть проблема, на самом деле. Я не разделяю тот позитивный настрой по отношению к САБЕЗООН, который сейчас существует в Армении, потому что я не думаю, что там был консенсус. Консенсус был среди западных стран. Но заявление представителя Российской Федерации ни в коем случае не составляло частью консенсуса в САБЕЗООН. Там уже они в определенном смысле синхронизировались с заявлениями азербайджанской страны. Именно. То есть если западные страны говорили про блокаду, Российская Федерация говорила про частичную блокаду. То есть размазывание вот этой картины. Второе, если все западные страны говорили, что вот есть блокада и без предусловий должна эта блокада быть снята, то Российская Федерация говорила про блокаду и про несогласие сторон насчет металлургии или горной добычи и так далее. То есть вот это размазывание картины, которая там происходила со стороны Российской Федерации, даже на уровне всего лишь вот этой декларации, вот этого объявления, то есть ни о каких серьезных последствиях речь там не шла. Речь шла просто о декларациях. Но вот даже на этом уровне уже есть десинхронизация. И страшно даже представить, какая будет десинхронизация на более серьезных обсуждениях, которые могут иметь последствия. Густосанкции или что-то еще. Именно. То есть, во-первых, нужно отметить, что на уровне СовбезоОН, значит, консенсуса нет. И этот инструмент уже выходит. Остается уже прямое давление со стороны западных стран на Азербайджан, что может включать, значит, военно-техническое сотрудничество с Арменией, повышение уровня вот этого военно-технического сотрудничества с Арменией. Может включать санкции, может включать политические, значит, какие-то заявления более весомого характера, чем то, что мы с вами видели в Совбезе. Это все, возможно, это все требует времени. Вот самая большая проблема, прямо сейчас, которая перед нами стоит, это заключается в том, что все, что мы с вами сейчас говорим, в принципе, это возможно. Если работать правильно, если работать усердно, это все возможно. Но это будет требовать времени, потому что на Западе все не происходит там по щелчку пальца, как это очень часто происходит в диктаторских странах, потому что решает там один человек. Но времени у нас, к сожалению, на этот момент нет. И вот сразу после заседания ООН, было заседание правительства Армении, после чего последовала, грубо говоря, дипломатическая перестрелка между армянской и российской стороной. Сперва Николай Пашинян открыто заявил о том, что недоволен действиями миротворцев, что они не выполняют свои функции фактически. То есть он обвинил, конечно, в этом азербайджанскую сторону, но упомянул о том, что миротворцы не выполняют эти функции. Потом российская сторона заявила о том, что мы не согласны с этой оценкой и продолжаем работать. А после последовал такой значительный, уже более такой значительный момент. В 23 декабря должна была состояться трехсторонняя встреча в Москве между Байрамовым, Мирзуэном и Лавровым. Армянская сторона попросила об отстрочке. Российская сторона обвинила армянскую сторону в том, что она отказалась от переговоров. И сегодня Байрамов и Лавров встречаются без Мирзуэна. О чем вообще этот трек свидетельствует? Трек свидетельствует о том, что и так для нас было ясно уже после 44-х дневной войны. Трек свидетельствует о следующем. Российская Федерация пользуется, так скажем, армянским вопросом или карабахским вопросом для покрытия своих счетов, своих отношений с Турцией, с Азербайджаном. России, конечно, сейчас не дают Новорокавказу. У России сейчас план А, это Украина. Все для Украины, все на фронт, все для фронта, так сказать. И России как воздух и как вода нужен нейтралитет, как минимум нейтралитет. С позитивным таким наклоном Турции и Азербайджана. Для этого нужны уступки в каких-то вопросах. И первый вопрос, который не впервой, так скажем, Российская Федерация использует, это, конечно, армянский вопрос. То есть мы видим следующее. Каждый раз, когда какое-то обострение случается в Карабахе, оно решается следующим образом. Российские миротворцы, либо снимают оттуда, значит, армянских солдат с, значит, занимаемых позиций, передают эти позиции, значит, россиянам, извиняюсь, азербайджанцам, либо что-то напотобие. То есть, по всей видимости, если бы состоялась вот эта трехсторонняя встреча министров иностранных дел, во всяком случае предложения российской стороны были бы в том же ключе. То есть давайте урегулируем эту ситуацию. Для этого нужно вот это, вот это, вот это с армянской стороны. То есть не идти на эту встречу было правильным решением? Если этому последуют какие-то определенные действия, то да. Если этому последуют, значит, попытки организовать встречу хотя бы в Вашингтоне на уровне МИД, если этому последуют, значит, действия по повышению, так скажем, значит, уменьшению зависимости Республики Армении от Российской Федерации. Мы с вами не раз об этом говорили. Это экономическая составляющая, это энергетическая составляющая, это военно-политическая составляющая. Этого очень много. То есть, если есть работа, и эта работа видимо, то вот этот отдельный составляющий для меня приемлем. Но если это отдельная составляющая, которая никак не подкреплен доводами, работой и действиями, то, конечно, это просто, значит, злить зверей и отказываться выходить из его норы. Вообще вот этот спор российско-армянский, его надо выносить на публику, или ли следует решать вопросы каким-то кулуарным путем? Очень сложный вопрос. Зависит этот вопрос от наших статегических целей. Для меня это секрет. Какие у нас статегические цели? Я думаю, это для большинства секрет, если не для всех секрет, в том числе для тех, кто принимает эти решения. Какое будущее в плане архитектуры безопасности Армении видит действующее правительство? Это в рамках ОТКБ? Это в рамках той архитектуры, которая была создана за последние десятилетия совместно с Россией? Или это все должно быть пересмотрено? В зависимости от ответа на этот вопрос, я смогу ответить, нужно ли это выводить на публику, или это должно быть все решаемо в кулуарных планах. То есть, самый первый вопрос, на который мы с вами должны иметь ответ, а этот ответ у нас с вами не будет никогда в плане аналитики или такой внутренней информации, это должно быть стратегическая коммуникация. Это какое будущее видит действующее правительство для Армении в плане архитектуры безопасности? Все последующие ответы зависят от ответа на этот вопрос. И когда российскую сторону, будь то эксперты или даже политики, когда мы беседуем с ними, они то полутонами, то даже довольно-таки прямо, то просто кулуарно, они отмечают, когда мы спрашиваем их, вот почему архитектура безопасности, которую предлагает Россия, она сегодня не работает, они отвечают, что, ребят, документы документами, но Азербайджан сегодня предлагает как бы российской стороне больше. Следовательно, отсюда следует ответ, что армянская сторона должна тоже что-то предложить российской стороне, чтобы как-то уравновесить. А что есть Армении предложить? Или какие у нее есть козыри на столе? Ну, первый козырь, я думаю, который отсутствовал еще в 2020 году, но начал присутствие некоторых в 2021 году, это то, что и Армении что-то предлагают. То есть, если Азербайджан предлагает России что-то, что повесомее, чем того, что предлагает Армения, то и Запад сейчас предлагает Армении в принципе альтернативы. Это пока что на полутонах, это пока что на, как вы сказали, кулуарном, в кулуарной логике, но эти предложения есть. Бесспорно то, что вот присутствие Запада в регионе, в частности в Армении, увеличилось, увеличилось геометрическими темпами за последний год-полтора. То есть, по-моему, это весьма веселый аргумент в наших разговорах с Российской Федерацией. Это первое. Второе, значит, по аргументам. Аргументам, этого сейчас нет, но это может быть, опять-таки, увеличение, точнее, уменьшение влияния Российской Федерации в Армении. Понимаете, сложно говорить об аргументах, когда человек, который сидит перед тобой, контролирует все в твоей стране. Энергетику, экономику, поставки продовольствия, я не знаю, там, электричество, коммуникации, интернет, телефонную связь, практически все. И этот разговор, он неравный. Его, до того, как начать этот разговор, есть домашнее задание, которое нужно выполнить. Это и газопроводы, это электрические сети, это железная дорога, это очень много, над чем нужно поработать. И над чем, на самом деле, у нас было время поработать, но мы это время, конечно, пропустили. За 4 года после революции, это было достаточное время, чтобы иметь уже весомые, так скажем, ощущаемые, осязаемые изменения в этом вопросе. Но были и обратные тенденции, например, передача одного из крупнейших предприятий Армении, Загизурского и Медного Алибденова, российскому олигарху. Вы очень правильно отметили, на самом деле мы видели обратный процесс, обратную логику. И именно здесь проблема. То есть проблема, я не считаю, что проблема в том, что вот Азербайджан что-то предлагает, Россия Армения не предлагает. Конечно, Армения тоже предлагает и, на мой взгляд, не меньше предлагает. Но проблема в том, что зависимости Армении намного больше, чем Азербайджан. И поэтому нужно считаться с Азербайджаном, но в принципе можно не считаться с Арменией. Проблема именно в том, насколько Армения зависит от России во всех вопросах, и решать нужно в первую очередь именно этот вопрос. Конечно, любые поиски альтернатив России будут встречать определенной, мягко говоря, ревностью, если не говорить о более крутых шагах. Как все-таки пытаться выбраться из клетки со зверем, чтобы зверь не откусил тебе ногу? Ну, тут два фактора. Первый, если это делать, то это делать надо сейчас, потому что лучшее время, чем сейчас, уже не будет. Россия отвлечена, Россия ослаблена и так далее. И второе, если выбираться из клетки, то уже можно смириться, что выбраться из этой клетки невозможно со всеми конечностями. То есть определенное количество потерянных конечностей стоит того, чтобы выбраться из клетки, и не умереть в лапах или когтях этого животного. Нет ли риска попасть в другую клетку, выбираясь из этой бесконечности? Вы знаете, риск попасть в клетку есть всегда. И это одна из проблем, или это одна из таких долгосрочных угроз перед любым суверенным государством, малого или среднего, значит, размера, малой или средней силы, скажем так. Но как раз именно для этого и нужна национальная политическая элита, именно для этого она и нужна, чтобы вот, так сказать, маневрировать от всех этих зверей, от всех этих клеток, и, скажем так, как можно дольше, или даже лучше навсегда, значит, сохранить статус суверенитета. А таких государств на самом деле много. Знаете, очень много государств средней и малой величины или средней и малой силы, которые уже очень долгое время сохраняют свой суверенитет. Некоторые из них выбрали стратегию внеблокового статуса, и этот статус работает в их случае. Некоторые выбрали статус какого-то зонтика, либо НАТО, либо какого-то другого, и это работает для них. То есть надо работать, надо думать, какое будущее мы для себя хотим, какое будущее для нас самое рабочее, и создавать такие модели. Но факт состоит в том, что действующая сейчас рабочая модель, она имеет только один эпилог, один конец. Это потеря государственности. Если ничего не поменять, то чуть раньше или чуть позднее мы так или иначе подойдем вот к этому эпилогу. А я думаю, что менять надо. Перед эфиром мы с вами обсуждали фэнтези, и связи ее с политикой, в связи с сериалом «Игра престолов». И один из, наверное, самых мощных персонажей, который там был, Мединица, он сказал как-то такую фразу, что хаос – это лестница. То есть по этой лестнице тебя могут покатить вниз, ты расшибешься, либо ты можешь подняться по этой лестнице наверх. Сейчас в мире как раз вот этот хаос. Мы видим слабевшую Россию, мы видим непонятную роль абсолютно ее в будущем, мы видим также непонятную роль Турции на Кавказе, которая будет, и непонятную роль Запада. То есть мы попали в таком, мы находимся в таком идеальном шторме, можно сказать. Вот если мы говорим о рисках, которые здесь возникают, но мало говорим все-таки о возможностях. И так мир переделывается и перекраивается. Что нам делать? Куда нам плыть? Ну, тихой гавани нет. Тихой гавани нет, и по-моему уже не будет, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Мое мнение состоит в том, что именно в этот момент, в этот участок времени правильное решение для армии – это внеблоковый статус. Потому что, ну, то, что с Россией, куда идет наш путь с Россией, я уже сказал, одновременно интеграция в западные структуры безопасности, на мой взгляд, сейчас звучит чересчур фантастически, чересчур фантастично. Это и готовность западных структур, так сказать, принятельность, это и, значит, фактор России, Ирана, Турции, которые, скажем так, с величайшей агрессией воспримут такую стратегию. И именно поэтому вот внеблоковый статус, по-моему, на этот момент будет лучшим решением. Но внеблоковый статус означает в первую очередь решение всех наших проблем с Турцией и с Азербайджаном. Без этого никак. Но разрешите еще добавить, что вот я не вижу сценария, когда Армения потеряет свою государственность в свете ударов Турции или Азербайджана. По заявлению премьер-министра Армении Николого Кашинева, который он делал несколько месяцев назад, для того, чтобы получить мир от нас требует больше, чем мы готовы дать. Это один тупик. То есть понятно, что мир нам нужен с Турцией и Азербайджаном. И с другой стороны, наш союзник является союзником не только нам. То есть здесь, опять-таки, получается, что любой шаг, то есть что остаться в этом блоке, что выйти из этого блока, он сулит нам цук-цванг. Он сулит нам цук-цванг, но как раз здесь нужно уже посмотреть долгосрочную перспективу. Если мы ничего не меняем, то это гарантированно ведет нас к потере государственности. Если мы что-то меняем, это создает шанс для долгосрочной перспективы для сохранения государственности. То есть здесь уже в короткосрочной перспективе, я скажу проще, мы уже проиграли, на мой взгляд. Вне зависимости от наших следующих действий мы уже проиграем. Мы проиграли в 44-дневной войне. Не бывает так, что ты вот так разгромно проигрываешь в войне, а потом уже там цветочки, птицы поют, все хорошо. Так не бывает. В короткосрочной перспективе мы проиграли. Сейчас нужно думать про долгосрочную перспективу. И нужно думать, чтобы потери, которые нам сулят, привезли бы с собой какие-то калории. Вы знаете, самый нелогичный, самый плохой вариант для нас, это в том, что мы что-то потеряем, мы пойдем на какие-то уступки, но эти калории еще пойдут не нам, а третьей стороне. Вот это будет самый нелогичный вариант, на мой взгляд. Другие союзники или партнеры России по всяким блокам, будь то ЕАЭС или ОДКБ, они также ищут, не просто сидят на месте, но в частности мы видим сотрудничество Казахстана и Казахстана с Турцией в военной сфере. Мы видим их сотрудничество Казахстана с Западом в энергетической сфере и попытки проложить альтернативные транспортные маршруты для своих товаров, для нефти и газа в первую очередь. И при этом они не поднимают и не обсуждают тему выхода из ОДКБ или ЕАЭС или что-то в этом роде. Возможно, правильно оставаться в этих блоках и продолжать искать какие-то альтернативы или запасные подушки и рычаги? Ну, во-первых, я не соглашусь, что в случае, как конкретно Казахстана эти вопросы не поднимаются. Насколько ясно, по крайней мере, на переговорах эти вопросы активно обсуждаются, даже если они не выносятся на публику. Это первое. Второе, нужно всегда учитывать, есть фундаментальная разница между Арменией и другими блоковыми союзниками России. Все блоковые союзники России это созредоточенные диктатуры, если я не ошибаюсь, там термин именно такой. Пожалуй, кроме Кыргызстана. Кыргызстан тоже считается, на самом деле. Если посмотреть Human Rights Watch и другие отчеты, то это не гибридный режим, это все еще диктаторский закрытый режим. А Армения это гибридный режим уже ближе, уже в сторону именно свободного режима. И соотношение внутренней политики и внешней политики и логика вот этого соотношения, она совершенно другая в свободных странах и в несвободных странах. То есть, это второй фактор. И, наконец, третий фактор. От нас, насколько я понимаю, опять-таки, в западных странах сейчас ждут конкретных действий. Эти действия, на самом деле, будут очень разные. Это не то, что мы завтра заявляем и подписываем, что мы выходим из ОДКБ и отправляем это письмо в депозитарий ОДКБ. Речь не о том. Вот, например, значит, вывоз войск наших миротворческих из Сирии. Это же аргумент. Это же конкретное действие. С другой стороны, у нас сейчас... Это не войска саперов, просто уточним. Ну, это да, это контингент. Давайте, да, контингент, скажем. У нас у самих сейчас проблемы, этот контингент нам самим нужен. То есть, там вообще вопросов нет. С другой стороны, это конкретное действие, которое можно показать на Западе. Показать на Западе. То есть, если подумать на эту тему, действий можно найти очень много. И работать, опять-таки, нужно и и и и повышать субъектность возвращаясь к главной теме то есть перекрытие влачинского коридора если у армении именно свой собственный инструментарий для того чтобы добиться его открытия не давлением и не уступками я думаю был инструментарий как как не позволить это этому кризису сложиться скажем так такой инструментарий на мой взгляд был до этого кризиса но инструментария на воздействие армении на этот кризис в свете его регулирование кроме как уступок я не вижу если честно спасибо большое за интересную беседу у нас в гостях был политолог Арек Кочинян спасибо оставайтесь с нами кризису как на раз Suez аминок статологи кризису картошок и его всегда парня санкlli это определен для того как-то и постреливая кризису картошка-загалу с учетом тихая учебой на основе абседу кризису парня с собственный оформленный субъем я нашел в hatch им Desenية см смешно субъектам и данный рост а смешно субъекта и КОС-салонам субъеком он все равно ведет во время покупателей ажи варабай зановит? в дночет и гигиacting томатный рост Продолжение следует... Продолжение следует...